Hello, hello, my dear friends! Я решила поделиться с вами супер-секретной рубрикой, которую, конечно, можно найти у нас в телеграм-канале и больше нигде, потому что секреты с моих личных частных уроков английского языка. Это то, что знают и получают мои студенты в больших и щедрых количествах. А теперь можете узнать, подслужить, так сказать, чуть-чуть, и вы тоже. Наслаждайтесь! Hello, hello, my precious students! Всем моим драгоценным студентам здравствуйте! И сегодня мы с вами снова продолжим интересную нашу рубрику From the Lessons с уроков. Как интересно поворачивается пространство, когда ты хочешь чем-то поделиться, искренне со своими студентами, донести до них какую-то ценность. В общем, Вселенная, или как это называть, нынче модно поле, или сама жизнь подбрасывает очень интересные на эту тему ситуации. Буквально на днях случилась еще одна на уроке ситуация, когда студент задает такие интересные моменты для очень научного обсуждения. Ну вот, собственно, мы сегодня об этом с вами и поговорим. Я хочу привлечь сюда все-таки немножко науки, и теперь мы с вами будем разговаривать об английском, не только по-английски ради английского, но и мы очень много будем затягивать психологических моментов. Случалось ли такое, что вы когда-нибудь говорили о том, что вот это слово мне в голову не заходит? Вот, я не могу запомнить это правило, оно как будто бы меня обходит стороной. Или вот, это вообще как будто бы вот оно меня не видит, я его тоже не вижу, какое-то слово или понятие. И вот эта ситуация, она ведь очень нередкая, да, то есть, ну, чаще всего вот такими простыми словами, мне это в голову не лезет, говорят студенты. Здесь есть два очень интересных феномена. Один психологический, а другой прямо-таки, ну, собственно, из когнитивной науки. Первый момент, начну немножко издалека. Вот как вам кажется, что мы никогда не можем потерять? Ну, вот эти вот всякие наши великие мира сего, которые очень богатые, очень состоявшиеся люди, они, как правило, говорят о том, что они могут потерять в этой жизни всё. Да, они могут потерять людей вокруг себя, они могут потерять имущество, деньги. Ну, там, чего могут потерять, но единственное, чего они не могут потерять, это свои знания. Что бы с вами ни произошло, ваши знания останутся с вами до последнего дня. И вот эта вот история, когда вы психологически говорите, что это мне в голову не лезет, это мне не заходит, это я не принимаю и так далее, то, по сути, вы как будто бы наделяете какой-то предмет силой, властвующей над вашей жизнью. Ну, то есть, говоря так, вы не являетесь хозяином собственного познания, вы не являетесь хозяином, вы не выбираете то, что вы вкладываете в свою голову в качестве своих знаний. А это, в общем-то, перекладывание ответственности или по психологии вещей, это называем внешний локус контроля. Вы как будто бы доверяете свою жизнь чему-то или кому-то вовне. Так вот, я вам всем желаю, первый момент психологический, чтобы вы все стали master of your knowledge, так это называется по-английски. Ну, по-русски такое не очень, конечно, близкое, но, пожалуй, самая родная калька это будет, чтобы вы стали хозяином своему процессу познания. И помните, ваши знания живут с вами до последнего дня. И второй момент, который я хотела здесь осветить, он уже абсолютно из когнитивной науки. Тот факт, что ваши знания, часто очень именно профессиональные знания или выученные знания остаются с вами до последнего вашего дня, доказала наука. Наука говорит о том, что даже если у человека случается болезнь Альцгеймера, деменция последней стадии или, неважно, какие-нибудь еще нарушения или травмы мозга, то процесс утихания памяти, то есть процесс забывания, он происходит от самых недавних событий к самым давним. Ну, то есть по факту, помните вот этих вот наших всех интересных и любимых наших старичков, которые там в очень глубокой старости рассказывают о своем детстве, как просто как будто бы оно было только сейчас. Историю своего детства они помнят наизусть. Так вот, вы можете встретить какого-нибудь старичка, который, я в хорошем смысле, конечно же, это говорю, который, допустим, уже не знаю, уже не может там застегнуть пуговицы, да, но при этом он помнит все о своей профессиональной деятельности. То есть если вы зададите ему вопрос, чем он занимался, и это будет сопряжено с его умениями, навыками, знаниями и профессией, он 100% вам расскажет, чем он занимался. И за эту тему, на самом деле, господин Кэндалл получил Нобелевскую премию. Кэндалл, Дэниел Кэндалл, пардон, его можно все время путать Дэниела Кэндала с Дэниелом Кадеманом. Два очень крутых детки, оба получили Нобелевскую премию. Но вот нам сейчас с вами нужен именно Кэндалл, да. Он и занимался именно процессами нашей памяти, и в частности процессами забывания. Так вот, наука устроена так, точнее, она нам рассказывает, что мы устроены так, что для того, чтобы в вашей голове знание жило долго, ему нужно время, чтобы в памяти консолидироваться. А представьте себе, да, то, что мы проживали в детстве, и мы, допустим, кому-то постоянно пересказываем какие-то наши события из жизни детской, то мы как будто проигрываем этот сценарий заново, 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 заново. Как будто мы что-то повторяем. Когда вы начали работать, ну, например, там, в 22-25 лет, да, то вы эти навыки, эту свою профессиональную деятельность в голове прокручивали каждый день, каждый день, каждый день до самой старости. И именно так происходят процессы угасания. От самых недавним к самым давним. Именно поэтому важно, на самом деле, помнить не только процессы запоминания, мнемонические техники. Все студенты находятся в вечной погоне за способами, как выучить что-нибудь. Но, друзья мои, очень большую роль в запоминании играет знание того, как что-то угасает, как что-то покидает нашу память. Так вот, чем больше вы знаете, чем больше вы себя накладываете, как master of your knowledge, как владелец, как хозяин своих знаний, тем больше вы ими будете владеть, и они вас покинут в самую последнюю очередь. Мне кажется, это хорошая новость. So, have a great day. На связи. Хорошего дня. Hello, hello, my precious ones. Здравствуйте, мои драгоценные. И мы сегодня с вами поговорим тоже о чем-то, что я вот притащила тут консур урока, понимаешь ли. So, когда-нибудь задумывались о том, как можно поздравить человека на английском языке и пожелать ему, самое главное, чего-нибудь эдакого. Ну, как вам пожелать? Be happy? Да? Don't worry, be happy. Да? И все, типа, достаточно. Не достаточно. Ну, во-первых, давайте поговорим о том, что у нас есть такая штука, как collocation. Collocation – это устойчивое выражение. Когда вы хотите сказать, что вот я поздравляю тебя с днем рождения, да? Все прекрасно знают слово congratulations, но все также безбожно, как знают его хорошо, делают с ним ошибки в качестве, точнее, в применении предлога. Друзья мои, потому что если вы хотите сказать, что вы кого-то поздравляете с днем рождения, какой предлог будет? Ну-ка, ну-ка, давайте на скидочку. Предлог будет on. Вы можете сказать I congratulate you on your birthday. И никак не with your birthday, как вы понимаете, да? Или вы можете сказать мои поздравления с днем рождения, но это не поменяет предлога. Вы все равно будете говорить my congratulations on your birthday. Ну и если с этим все еще более-менее понятно, то как же чего-то пожелать? Вы думаете, сейчас будет какая-нибудь такая легкотня? О нет, готовьте. Сейчас вы услышите от меня эпос культурный. То есть я вообще, как вы знаете, всегда очень глубоко подаю язык через культуру, через вот эти самые устойчивые выражения, а самое главное, что они означают. Так вот, когда вы кому-то что-то желаете, вы идете от слова may. May you be happy. Будь счастлив. May you be wealthy. Будь богат. Можно, конечно, разными способами, но я хочу сегодня осветить именно вот эту историю про may. May you be happy. May, как вы знаете, возможно, это вообще-то модальный глагол. И он называется modal verb of permission. Он называется модальный глагол разрешений. И, по сути, как будто бы вы говорите, позволь себе, типа, или я позволяю тебе быть богатым, счастливым, здоровым и все прочее. Или там may all your wishes come true. Пусть все твои желания исполняются. Друзья мои, на этом можно было поставить точку. А нет. Потому что, друзья мои, если вы знаете, то вообще-то Америка до определенного времени была очень поританской страной. Огромное количество американцев до сегодняшнего дня ходят в американские церкви по воскресеньям. Для очень многих это прям традиция must have. И они там коллаборируются, общаются там, ходят туда, потому что уже, может быть, даже не столько по религии, но как бы вот сообщество и все прочее требует. Но, как бы, это действительно факт. Американцы были очень набожны до определенных там историй. И, ну, вы знаете, да, там есть у нас что? Католики, протестанты. На самом деле это все добрейшие и милейшие люди. И для них вера, она была чем-то необыкновенным. Так вот, почему я это сюда привлекаю? Это, собственно, спорный такой вопрос про ее. А потому что may используется тогда, когда вы молитесь на английском языке, и когда вы просите Господа послать вам что-нибудь. Там типа, Господь, ну благослови там, да, Боженька, ну дай там сил, дай здоровье, дай работу. И вот это вот все, да. Вы говорите, God, may you give me. Вот это вот все. И поэтому смотрите, как красиво и шикарно получается, когда вы кому-то желаете чего-то доброго в день рождения, вы как будто бы молитесь за него и просите, чтобы Господь ему все это послал. Круто, правда ведь? Вот так вот, друзья мои. Так что знайте теперь, как кому чего пожелать. May all your wishes come true. И это мое вам пожелание. Пусть сбываются все ваши мечты. Hello, hello, my precious ones. Здравствуйте, мои драгоценные. И я сегодня нам с вами предлагаю начать интересную рубрику. Назовем ее From the Lessons с уроков. С уроков я буду вытаскивать для вас какие-нибудь интересные вопросы моих студентов. Не стоит переживать о правильности, потому что никаких имен названо не будет. И более того, это будут в основном те вопросы, которые частенько поступают от самых разных студентов. А значит, они волнуют очень большое количество людей, изучающих английский язык. Сегодня мы с вами поговорим о субтитрах. Так вот, знаете, мой однозначный вердикт субтитры — это зло. Как бы, кто бы вам где бы не рекомендовал смотреть фильмы с субтитрами или что-нибудь еще, это абсолютное зло. Наука. Конечно, я буду вам давать научные данные, да, то есть зачем нам просто так. Наука уже давно доказала, что мозг немногозадачен. Когда вы выполняете много дел одновременно, страдают все побочные дела, и в максимум, в лучшем случае, только одно дело будет получаться более-менее нормально. Но качество его будет не идеальным. Поэтому мы не Соломоны. Да, в общем-то, и про Соломона, который известен тем, что делал много дел одновременно, неизвестно на самом деле, чьими руками эти дела его делались многочисленные. Так вот поэтому, друзья мои, когда вы работаете с чем-то, будь то фильм, передачка, мультик, музыка или что-то еще, и вам хочется поработать с субтитрами, нужно, во-первых, четко понимать, для чего вы это делаете. Нужно это разграничивать и различать. Если вы смотрите ради удовольствия, это одна история. Или чтобы послушать, посмотреть картинку, как-то разнообразить перед глазками. Это одна история. Если же вы смотрите что-то ради английского века, то работа с субтитрами должна строиться на очень серьезной основе. Примерно следующим образом. Вот вы смотрите какое-нибудь кино, и смотрите его с субтитрами. Нажимаете паузу, читаете субтитры. Увидели в субтитрах какое-то новое слово, и, естественно, вы его берете себе на карандаш. То есть вы открываете словарь, смотрите его перевод и записываете себе в титратку. Все это вот момент паузы. Почему мы говорим о том, что вообще вот эта вот история с субтитрами вовлекает тему многозадачности? Ну, потому что, представьте себе, когда вы просто включили телек, там, да, через какие-нибудь кино, и смотрите, ваш мозг одновременно выполняет сколько задач? Он слушает, он в голове переводит, пытается что-то понять, уследить за картинкой, и еще он читает и переводит то, что он читает. То есть вы понимаете, да, что для мозга это задача абсолютно энергозатратная, очень затратная. И в лучшем случае через 5-7 минут мозг будет очень уставшим, и в худшем случае, закончив эту активность, через 3-7 минут вы не вспомните вообще ничего, что вы там смотрели. И что вы там читали, естественно, тоже. Мозг, еще раз, немногозадачен. Одно дело, просто посмотреть картинку, не вникая особо ни во что, другое дело, это работать с субтитрами вот так, скрупулезно для того, чтобы изучать язык и познавать, чего они там говорили. При этом можем прокручивать эти кадры обратно назад, да? То есть посмотрели, паузу сделали, прочитали, перевели, заново крутанули и снова прослушали уже без паузы. Но есть и хорошая новость. Смотреть фильмы можно на английском языке, и то, как я чаще всего рекомендую, другим способом. Если вы берете, опять же, ради английского, но для того, чтобы мозг чего-то там смог поработать и вынести из этого просмотра, то тогда алгоритм действий должен быть такой. Нужно окружить себя темнотой и тишиной, включить это самое кино на английском языке. Дальше вы будете ловить несколько феноменов, да, на себе. Во-первых, вам через, там, не знаю, 5-7 минут будет очень дискомфортно. Вы будете нервничать, расстраиваться о том, что ничего не понятно, что они сказали, или как я вообще буду это понимать. Но через 15 минут получается эффект погружения. Если темно и тихо, то тогда вы сможете, грубо говоря, немножечко в хорошем смысле утонуть в этом фильме. Вас окутывает этот звук, вас окутывает этот сюжет, и получается, что вы можете даже не знать каждого слова, но вы будете абсолютно все понимать, то, что там происходит. Вы будете слушать речь, вы будете понимать это языками жестов, языками там ситуации и прочих дел. Но самое главное, что ваш мозг, он же не ленивый, трудень, а он же, в общем-то, рабочая машина. И поэтому после этого просмотра мозг запишет себе на подкорку, как произносятся очень многие слова. А также он, конечно же, будьте уверены, уловит какие-то коллокейшн, какие-то обрывки фраз, и это все там в нем засядет. Произношение, формирование мысли и какие-нибудь фразочки. Это он точно оттуда вынесет. Ну и чувствовать вы себя после такого просмотра будете намного лучше, чем убиваясь, вот это вот читая, отслеживая и пытаясь что-то понять. Еще раз, мозг немногозадачен, пожалейте его. Многозадачность мозга вредна для здоровья мозга. Поэтому желаю вам удачи и субтитрами работаем теперь по-умному. Всем здравствуйте, мои дорогие друзья. Hello, hello, my precious ones. Трагоценные мои. Я сегодня снова с вами. Давненько мы не делали, не пополняли нашу рубрику с уроков. И вот сегодня я готова с вами кое-чем снова поделиться. Очень часто мы, говоря о прослушивании музыки, да, то есть в качестве какого-то упражнения для английского языка, обсуждаем, зачем вообще это нужно. Ну не все же любят музыку, например, да. Не у всех получается переводить песенки. Сейчас даже рассказ будет вообще не про песни. Песни мне помогут сейчас завернуть эту мысль в то русло, где вы в конце будете очень сильно удивлены. И я надеюсь, я этой подсказкой вам очень сильно помогу. Собственно, песни мы в английском языке слушаем главным образом для двух вещей. Первое из них, это, конечно, мы оттуда почерпываем, например, какие-нибудь сленговые выражения, невероятно образные конструкции, там куча идиом, очень разные смыслы, очень разные стили, да. И, по сути, это такое окно в еще способы выразить мысль носительным языком. Но то, к чему я хочу привлечь ваше особое внимание, мы говорим о том, что песенки хорошо-то, в общем-то, слушать для того, чтобы привить у себя такой навык рифмования простого со сложным. Ну, например, когда мы говорим там какое-нибудь слово «клайн», закрапкиваться на дерево, например, да, как он пишется, помните, «климбб». Вот так все и читают. «Климбин», «климбд» и вот это вот все. Это кошмар, летящий на крыльях ночи. Потому что «клайн» произносится оно. И вот когда такое что-то запомнить очень сложно, мы говорим о том, что срифмуйтесь чем-нибудь простым. Ну, какой-нибудь там «клайн», «майн», «клайн», «лайн», да. То есть, ну, срифмуйте его по рифме с каким-нибудь простым, понятным для вас по произношению словом и будет потрясающий эффект. То есть, вы точно уже в этом слове не ошибетесь. Таких слов, как бы, по рифмовке, не по смыслу, а по рифмовке, вы наверняка на определенном уровне знания языка найдете, конечно же, в своем активном вокабуляре. Но, друзья мои, вот теперь мы сейчас с вами даже проведем несколько публикаций, да, произведем на эту тему. Теперь мой вам совет о том, как вы можете совершить нереальный прыжок в развитии уровня своего языка. Вот берете вы какое-нибудь словцо, предположим, да, какой-нибудь там start, ну, или begin, да, это слово с уровня элементов. Берете и находите его синонимы с уровня intermediate и с уровня advanced. Ну, если повезет, можете еще и на профессионстве пригодить, да. И что получается? Вы накапливаете синонимы и простые, и очень утонченные. И это помогает вам в итоге жонглировать своими мыслями, используя более утонченный, собственно, вокабуляр, вокабуляр, который, скорее всего, будет использовать относительно языка. Ну, вот, допустим, тот же start и begin. В intermediate вы можете увидеть какое-нибудь там слово initiate, да, то есть инициировать. Можете по бизнесу увидеть словечко launch, запустить, а можете увидеть какое-нибудь шикарное слово commence. И оно уже с уровня сильно выше. Вот если мы наберем с вами под этой публикацией какое-нибудь количество N лайков или огоньков, то я проведу несколько для вас таких публикаций, и я выложу для вас несколько вот таких подходов, и это можно применять на все. То есть выучили вы, допустим, грамматику про present simple, пойдите, выучите грамматику про present simple в интермедии, а потом сразу же на уровне advanced. Представляете, как вы резко и быстро ускорите вообще все в своем познании и в своем знакомстве, ну и, собственно, улучшении вашего уровня знания английского языка. Поделилась, делитесь и вы, как вам такой подход. Набираем бешеное количество просто лайков и огоньков, и я сделаю несколько публикаций на такую тему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok